Девушки отдыхают Девушки отдыхают В частности, через деревню Анаткасы Она самая старая в Чувашии Первые упоминания о ней датируются 1438 годом Как правило, вдоль таких трактов Начинали интенсивно развиваться и новые поселения Так, неподалеку от Анаткасов После того, как был открыт постоялый двор Для смены лошадей Появилась деревня Дворики По этой дороге проходили и войска И повстанческие войска Емельяна Пугачева Возили товар, почту И даже великий наш поэт Александр Сергеевич Пушкин Проходил по этой дороге Недавно жители окрестных сел Взялись за большой проект Они хотят воссоздать эту страницу из истории района Планы грандиозные Сделать большой музей под открытым небом Своими силами сельчане уже установили Верстовой столб и построили домик Своеобразный перевалочный пункт Внутри предметы старины Все, чем пользовались крестьяне тех лет А на день района здесь проходят праздники Даже разыгрываются целые представления С Екатериной Второй Которая проезжала по Сибирскому тракту Красноармейский район, похоже, всерьез Вознамерился стать местом туристического паломничества Еще одни энтузиасты пытаются сделать Свои родные места привлекательными для путешественников Это уже деревня Яманаки Ее жители мечтают возродить Былую славу в водяной мельнице На реке Большая Шатьма В 1948 году здесь была построена ГЭС Но в 60-м году она стала не нужна Тогда генератор поменяли на жернова Мельница работала до 2006 года А какой особенный вкус был у хлеба и здешней муки Сегодня это историческая достопримечательность Единственная в Чувашии водяная мельница Хотим, чтобы на этом месте Заново возрождать вот эту водяную мельницу Уже есть проект Гостиницы там сделать, чтобы приезжающие могли здесь отдыхать На самом деле то ли земля здесь такая уникальная То ли природа, а может источники таят в себе какие-то неведомые силы Но есть еще один удивительный факт Мимо которого также не смогут пройти любопытные исследователи Красноармейская земля богата творческими людьми и людьми науки Район занимает первое место по количеству докторов и кандидатов наук в России Существует даже легенда, что на берегах реки Шатьмы рождаются деятели искусств А на Цивиле научные работники Это подтверждают многочисленные факты В Красноармейском районе также родился первый чувашский депутат Яков Абрамов В 1888 году поступил в Казанскую учительскую семинарию Потом Яков Абрамович избран первым депутатом Государственной Думы Российской империи Первого созыва, очень короткого созыва, конечно, 72-дневного Он избран из Казанской кубернии На его родине в селе Убеево силами современных депутатов Госдумы страны и Госсовета Чувашии Установили памятник Якову Абрамову И обустроили парк отдыха для местных жителей Сегодня еще один уроженец Красноармейского района Вадим Николаев является членом Совета Федерации России от Чувашии Красноармейский район для меня это моя родина Если так говорить, вот люблю почему Тяжело говорить за что я люблю Потому что я вырос, я родился там Это моя малая родина Там родились мои родители То есть моя семья И поэтому, наверное, нет другого места, где бы меня тянуло В Красноармейском районе родились аж три лауреата Госпремии СССР Николай Григорьев, Борис Яковлев, Вячеслав Петров Все они известны в разных сферах деятельности Причем все трое учились в одной школе, больше Шатьминской В этой же деревне жил и единственный герой Советского Союза из Красноармейского района Совершивший подвиг во время Великой Отечественной войны В 45-м году Владимир Васильев при форсировании реки Одер С пулеметным расчетом переправился на вражеский берег У него стояла задача удержать небольшую кромку земли Чтобы дать возможность другим частям Советской Армии переправиться И во время вот этой операции весь его расчет пулеметный погиб Он сам был тяжело ранен, однако, перезмогая все тяжести и ранения Он все-таки сумел до подхода советских войск удержать плацдарм От полученных ранений Владимир Васильев скончался Он был похоронен на месте боев в Польше Школа в Большой Шатьме носит его имя И ученики этим очень гордятся Любителям искусства непременно стоит посетить музей известных личностей, уроженцев района В деревне Исакова родился автор герба и флага Чуваши Эли Юрьев Здесь можно найти посвященный ему музей Имя Эли с древнечувашского переводится как «мастер» Самой судьбой ему было предначертано стать не просто художником Он занимался и живописью, разрабатывал собственные шрифты и орнаментальные мотивы Изготавливал памятные медали Мало кто знает, но автор Чувашского герба – потомок польской княжны В 1863 году поляки восстали против царского самодержавия Царь взял и создал их в Сибирь Польская княгиня по дороге по Березовому тракту В деревне Пфонге своего сына оставила Кузьме Кузьма установил его под именем Иван Оставленный польской княжной ребенок – это дед Эли Юрьева Удивительные открытия ждут и в деревне Чаду-Косы Здесь расположен музей знаменитого чувашского композитора Филиппа Лукина Песни, написанные Филиппом Лукиным, звучат в народе с 30-х годов прошлого века Это говорит о большой популярности его музыки Чувашский композитор написал около 800 произведений Известные его инструментальные пьесы Особую народную популярность завоевала его песни молодежи На ее мелодии, кстати, основаны позывные чувашского радио В музее хранятся фотографии композитора, многие его вещи Старинное пианино, стол, ноты из личного кабинета Филиппа Лукина Красноармейская земля богата и природными сокровищами Уникальные по составу юрские глины, которые добываются здесь Служат материалом для изготовления знаменитых кирпичей Предприятие Кетра работает с 2013 года И уже известно далеко за пределами Чувашии Это один из крупнейших производителей керамических блоков в регионе Завод работает по инновационным зарубежным технологиям Каждый этап производства контролируют иностранные специалисты Сегодня здесь трудится более 100 человек В основном это местные жители Мы непосредственно находимся около карьеры, 500 метров максимум Второй момент это то, что оборудование современное Производится в автоматическом режиме Кетровские кирпичи и блоки используют практически на всех стройках Чебоксара Предприятие также помогает возводить в районе церковь В селе Большая Шасьма хотят воссоздать старинный храм Богоявления Господня Деревянное строение было возведено во времена прохождения Сибирского тракта через район В 1752 году Новый храм планируют закончить уже в ближайшем будущем Знаете ли вы, сколько всего можно сделать из обычного мусора? Полиэтиленовых пакетов, валяющихся под ногами Поливочные шланги, уплотнители для дверей, коврики и многое другое О том, как из того, что люди выбрасывают сделать хороший продукт Знают все на предприятии Композит-21 У нас потребность вторичного полиэтилена, если будем нормально работать, где-то полторы тонны в сутки То есть весь район можно очистить, даже можно соседние районы очистить Свою продукцию Композит-21 реализует по всей России, до самого Владивостока Уникальное предприятие работает недавно, а уже собирается расширяться и создавать новые рабочие места Благо, что материалы для производства всегда будут в достатке Не менее удивительное открытие ждали нас и далее Оказывается, в Красноармейском районе производят обувь, которая пользуется большим спросом не только у россиян, но и в Казахстане Предприятия Чесла и Чесла АСТ делают резиновые сапожки на любой вкус и цвет Для детей, мужчин и женщин, галоши, теплую суконную обувь, в том числе меховые тапочки Всего более 90 моделей На производстве занято очень много молодежи А неподалеку располагается автошвейпред, где выпускают вот такую спецодежду для людей, ведущих активный и экстремальный образ жизни Здесь шьют и точно такую же детскую одежку На охоту и рыбалку можно взять и сынишку Заказы на пошив таких костюмов поступают со всей России Республика помогает у нас Субсидии на кредитные средства, субсидирование процентных ставок И планируется все же получать единовременные субсидии Собираемся наращивать, потому что на сегодняшний день все же молоком заниматься выгодно считаем И новая ферма должна чисто по молоку работать Агрофирма Таебинка работает уже 12 лет Успешно занимается выращиванием зерновых культур и картофеля Имеются собственные картофельные и зернохранилища Каждое рассчитано на 4000 тонн Ежегодно увеличивают пассивные площади На сегодня они составляют уже более 4000 гектаров Планы есть расширяться Есть планы построить новый откормочный тех Еще на 2000 голов В прошлом году у нас пустили производство зерносушильный комплекс 50 тонн час сушки и еще 2000 тонн хранения зерна Собираемся дойти по пассивной площади до 5000 гектаров Красноармейский район сегодня динамично развивается По многим параметрам у него хорошие показатели Совместно с республиканским правительством здесь строится новое жилье Ремонтируются школы, детсады, дороги У нас все условия для развития бизнеса Для развития экономики, для развития производства есть У нас самые главные трудовые резервы Чтобы не взялись через человеческие руки же А у нас руки есть Район очень удачно расположен в самом центре республики Планы у властей очень большие Самое главное, говорят здесь, не останавливаться на достигнутом И использовать энтузиазм и трудолюбие жителей на их же благо Район у нас прекрасный, замечательный Мы всегда рады вас видеть на территории нашего района Он очень привлекательный со стороны туризма, сельского туризма Также и на рыбалку, и на охоту Всегда мы будем рады вас видеть в наших краях Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин